Мне кажется, когда мы обсуждаем историю искусства, то забываем порой, что авторы произведений — истинные художники. Значит, очень важно понять, какие материалы они выбирали и почему. Перед нами алтарь церкви Святого Захарии, расписанной Джованни Беллини. Работы этого художника известны своими яркими цветами, сложной атмосферой и восхитительным свечением. Беллини применяет масляные краски очень интересным образом. Они будто бы становятся прозрачными, и он пользуется этим совсем не так, как современные художники. Вы не могли бы объяснить, что значит «прозрачные краски»? Что такое «масляные краски»? Айзек, перед написанием картины вы же не растираете минералы и не смешиваете их с льняным маслом. Нет, но это делали во времена Беллини. Как же он получил такие блестящие цвета? Ведь они, скорее, характерны для северной живописи XV века. Масляная живописи пришла с севера. Плотность красок отличается. Она зависит от того, какой лак подмешивают к пигменту. Если использовать дамарскую смолу, то есть натуральный древесный сок, цвет будет янтарным и блестящим. Для этого нужно растворить её в терпентине и смешать с масляной краской. И затем можно наносить цвета слой за слоем. Картина получится прозрачной, как витражное стекло. Когда свет падает на неё, он не просто скользит по поверхности холста или верхнему слою краски, а, как вы и сказали, проникает внутрь. Получается, как будто бы в призму. Свет проникает сквозь все слои краски вплоть до грунта. И лишь потом возвращается, заставляя картину светиться изнутри. Также, когда смотришь на бриллиант, свет играет внутри него, а затем выходит наружу. Многим людям масляные краски кажутся вязкой субстанцией. Но вы говорите, что художники Возрождения накладывали их тонкими слоями, и таких слоёв было множество. Это совершенно другой взгляд на использование масляных красок. Получается, их можно наносить не только густыми мазками, но и тонким слоем, верно? Да, и это означает, что когда Беллини работал, например, над этим потрясающе ярким платьем Девы Марии, то окраска на его кисти была не такой синей, а намного тонов светлее. И сколько же слоёв наносили художники? Я слышал, что до нескольких десятков. Правда? Да. Но ведь каждый слой должен был полностью высохнуть. Смола помогала немного ускорить высыхание. Сколько обычно сохнет один слой? Это зависит от количества краски. Например, известно, что некоторые картины Ван Гога высыхали на поверхности, а нижние слои оставались влажными. Итак, блестящие цвета — это одна из характерных черт масляной живописи. Есть одна особенность, которая явно отличает её от темперы. Если не добавлять смолу, то масляные краски будут более жидкими. Это позволяет делать очень длинные мазки и смешивать краски прямо на холосте, а не только на палитре. Например, как на картине Тёрнера «Дождь, пар и скорость». Вы полагаете, Тёрнер смешивал краски именно на холсте? Сложный вопрос. Я точно не знаю. А я думаю, да. Вы правы, картина, написанная темперой, так же, как и акриловыми красками, выглядит относительно плоскими. Лучшая из таких работ, на мой взгляд, рождение Венеры — Боттичелли. Она довольно линейная, цвета образуют плоские, переплетающиеся линии. Похожие на штриховку. Да, на штриховку. Основа картины здесь — линия, а в масляной живописи основа — это поверхность или атмосфера, которая становится намного сложнее. Один цвет может заходить на другой, и так, работая всего с двумя цветами, можно получить бесконечное число оттенков. Так что, на мой взгляд, создавая это полотно, Тёрнер дал волю цветам, смешивал их, позволял им наплывать, нырять друг в друга и выныривать снова. Такое впечатление, что процесс создания картины заключается, скорее, в прямом противостоянии художника и холста. И это очень отличается от сознательно проработанных и заранее продуманных полотен. Это произведение намного более модернистское, чем предыдущее. В связи с этим хотелось бы понять, какую роль масляная живопись сыграла в развитии эстетики модернизма. Ведь эту картину критиковали как яркий пример того, как современность прорывается сквозь пасторальный пейзаж. Что ж, во-первых, в этом ощущается некий романтический индивидуализм, знаменующий начало эпохи модернизма. И масляные краски прекрасно передают эти ощущения. Они также отлично сочетаются с модернизмом и в другом плане. Ведь ими можно писать и на холсте, и на доске. Картины можно продавать, покупать, переносить с места на место. Словом, масляные краски сыграли большую роль в развитии модернизма. И даже стали знаком некоего геройства. Думаю, стоит поговорить об этом отдельно. Эта идея уникальной выразительности маска… Мне сразу вспомнилась картина Веласкеса. В ней есть некое геройство, основанное как раз на сознании своей индивидуальности. И виртуозности владения кистью, которую демонстрирует художник. Знаете, масляные краски — это самый исторически значимый и в то же время современный материал. Возможно, из-за моего образования я с предубеждением относился к более слабым материалам. И вот только недавно я начал пользоваться акварелью. Самой слабой. Да, которая почему-то считается нежной, женственной. Да, акварелью рисовали женщины на досуге, поэтому её не воспринимают всерьёз. И мне стало интересно, почему материалы ассоциируются с определённым полом. Материал очень важен. Он не только позволяет создать произведения, но и сообщает нам, что оно означает. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok